Всем привет! Сегодня будет видео о последних покупочках тайской и не только тайской продукции, которую я теперь уже постоянно заказываю в группе ВКонтакте. Первое видео я уже снимала о первых покупочках. Покупки на меня произвели замечательное такое впечатление. Я была просто в восторге и не могла остановиться, хотела спробовать и пробовать. И сейчас здесь вы увидите продукты. Это как бы два заказика. Сначала я сделала один, потом второй, потому что часть продуктов не была в наличии. И, конечно, останавливаться я не собираюсь, потому что мне очень понравились данные средства. Хотя ухода у меня много, но все это уходит на второй план. Просто по сравнению с этими средствами я очень рада, что вообще познакомилась с тайской продукцией. Действительно, она замечательная. Ну, конечно, производители разные, но вот именно марка Тропикана меня просто покорила. Значит, что я заказала в этот раз и уже, конечно, все попробовала. Практически все, только вот кроме масок гелевых, коллагеновых для области вокруг глаз и для губ, для кожи вокруг губ. Это единственное, я не пробовала, но вот обязательно покажу вам, как они выглядят. Значит, хочу начать, ну, даже не знаю, с чего начать, потому что все средства хорошие. Ну, наверное, первое, что лежит, это паста. В основном брала ее, конечно, для мамы, так как она лечебная, тоже с экстрактами мангостина и еще других лечебных трав. В основном для лечения проблем десен, кровоточивости, вот, но и для профилактики, конечно. Значит, паста, видно, вот, что мы уже попробовали, пользуемся. Вот нарисованы компоненты основные. Паста, конечно, такого темного цвета, не пугайтесь, имеет такой вяжущий небольшой эффект, но очень приятный, действительно хорошо очищает. Ощущение свежести после этой пасты достаточно долгое. Не такой сильный ментол, как в обычных пастах. Мама пока молчит, ну, нужно пропользоваться хотя бы, наверное, недели две-три, чтобы увидеть результаты. Вот, по мне, так паста очень действительно хорошая, хорошо очищает. Я ей стараюсь использовать ее на ночь. Перед тем, как лечь спать, уже чищу зубы. Бывает, что чищу зубы сначала обычной пастой, потом уже вот этой лечебной. Как бы для такого закрепляющего эффекта. Вот, и действительно в течение ночи чувствуется такая приятная свежесть, но, говорю, не ментолов, не сильного ментола, а именно действительно ощущение свежести и чистоты, и как полости рта, так и самих зубов. То есть очень хорошо очищает, немножко вяжет, но этот эффект достаточно быстро проходит. Очень приятный вяжущий эффект даже, я бы сказала. Сладковатая, мне показалось, сладковатая паста на вкус. Хорошо пенится, не сильно, но прилично. Вот, есть чем сравнивать, конечно. В общем, паста, объем у нее достаточно большой. Ну, как, 100 миллиграмм, наверное. В принципе, ее нужно совсем, вот, коробочка упала, немножко, прям совсем, чуть-чуть, наверное, с горошинку. То есть хватит этой пасты очень-очень надолго. Цвет, конечно, не очень, может быть, кому-то покажется приятным, но это все мелочи. И паста действительно хорошая. Тайская я рекомендую, потому что, если какие-то есть проблемы, пасты, которые сейчас есть в аптеках, уже, ну, не очень помогают. Вот, поэтому это все натуральное абсолютно. И, если вы уже отчаялись, наверное, излечить зубы, десна, то, я думаю, что, попробовав, вы не разочаруетесь. Так, следующее средство. Ну, давайте, вот, рисовая маска-скраб. Значит, она была, вот, именно, не дополна, она насыпана. Полностью была упакована. Защита стояла. Раскручивается. Значит, вроде бы, кажется, белый порошок. Вот. Ну, я вам сейчас покажу вблизи, как он выглядит. Я перекладываю его в такой маленький контейнер, наливаю сюда чуть-чуть воды, буквально, не знаю, пол чайной ложки. Вот. И очень хорошо скрабирует тело, лицо. Очень деликатно. То есть, я не люблю такие сильные абразивные скрабы. Использовала этот скраб первый раз для спины. Каких-то таких особых проблем нет. Но бывает, что, вот, именно спину недостаточно хорошо можно очистить. Вот. Этим средством я попросила, конечно же, чтобы мне так хорошо потерли. И, на самом деле, кожа была потом просто невероятно мягкая. При этом она не стала после смывки сухой. Вот. Средства нужно совсем немножко. Это я вот брала с собой в дорогу. Думала, буду использовать. Вот. Для лица достаточно буквально развести в ладошки, помассировать, оставить можно на какое-то время и смыть. То есть, она, это рисовая, она обладает еще и отбеливающим эффектом. Вот. Очень деликатный, нежный, для чувствительной, проблемной кожи. В самый раз. Такого бутылочки вам хватит очень-очень надолго. По-моему, здесь 150 миллиграмм. Ну, в принципе, может быть, кому-то будет неудобно высыпать. Ну, достаточно удобно на ладошку, чуть-чуть водички растереть и нанести. Запах может оказаться кому-то специфический. Я к нему привыкла уже на второй раз. Он такой сладковатый. Мне показалось, пахнет кукурузой. Ну, не знаю, наверное, вот кому-кому как. Но вот я долго пыталась найти похожий запах. Вот. Все-таки здесь оно не только рис, но и, по-моему, кокосовое тоже что-то присутствует. Очень интересный продукт. Мне он понравился. Я к нему присматривалась долгое время, интересовалась, читала отзывы. В общем, взяла и не разочаровалась. То есть, как экспресс-средство, как, не знаю, скраб для подготовки кожи перед загаром. Очень хорошее средство. Причем оно, говорю, деликатное, при этом ухаживает. Раздражения у меня не было после него. Через какое-то время я нанесла на спину крем увлажняющий. Но это просто для того, чтобы смягчить. Но сам факт, что кожа достаточно долго была нежной. И, ну, не знаю, прям вот как будто я была после бани и так хорошо очистила кожу, проскрабила. В общем, мне, я в подпечатлении. Все мои скрабы, которые у меня есть, их не так много, все ушли, на самом деле, на второй план. Я ими не злоупотребляю, но в то же время использую. И хочется, конечно, использовать натуральные продукты. Этот продукт, как нельзя лучше, можно назвать натуральным. Так, следующий продукт. Цены не называю, потому что все цены можете посмотреть в группе ВКонтакте, чтобы не путаться. Цены приемлемые, достаточно умеренные. И за такую цену, объемы большие, вам надолго хватит этих средств. Вот, поэтому вы не пожалеете. Следующий продукт. Я также к ним долго присматривалась, спрашивала, брать, не брать. Потому что лосьонов для тела и масок много. И я, на самом деле, уже возочаровалась в том, что найду действительно тот лосьон, который меня будет полностью устраивать. Ну, начнем с маски для волос. Кокосовая маска для волос 250 мг. Это кокосовый крем для тела. Здесь тоже 250 грамм. Вроде бы разные баночки, кажется, на вид. Но объем у них абсолютно одинаковый. Они очень плотно набиты. То есть, там нет никаких дырочек, изъянов. То есть, продукт был очень плотно набит. То есть, и даже сейчас, если я открою, вы увидите, что как будто маска нетронутая. Хотя я использовала уже несколько раз ее. Вот. Маска приятно пахнет кокосом. Ну, все, я думаю, знают кокосовый запах. Хорошо. Первый раз, когда я ее использовала, я решила, как мне порекомендовали, подержать как можно дольше. Где-то около двух часов. Ну, я, конечно, смыла волосы. Потом они были просто очень легкие, воздушные и невесомые. То есть, настолько смягчились, что в следующий раз я уже его использовала после шампуня. Уже буквально как бальзам. То есть, нанесла, немножко подождала, буквально одну минуту-две, и смыла. Вот. Эффект похожий. То есть, смягчение происходит моментальное. Плюс аромат, нежный аромат кокоса остается на волосах. Ну, какое-то время точно остается. Волосы мягкие, ухоженные. Появился такой приятный блеск здоровый у волос. Хоть они и крашеные, но при этом абсолютно не портят цвет. Наоборот, придают ему сияние. В общем, продукт стоящий. Хватит также мне его надолго. Все остальные, опять же, маски у меня ушли на второй план. Все, которые я привезла из Италии. Вот. Ну, в принципе, у меня вот только две маски и вот эта вот кокосовая. Вещь замечательная по цвету. Она такая белая... Белая... Очень хороший срок годности до 15-го года. Я думаю, мне его вполне хватит. Очень хороший продукт. Мне действительно его порекомендовали и сказали, что я останусь довольной. Действительно, это так. Опять же, 250 грамм. Цену посмотрите в группе. Так. Ну, а это крем для тела. Опять же, мне сказали, что это просто лидер продаж. И что я не пожалею, если возьму его. И действительно не пожалела. Я очень скептически всегда отношусь к лосьонам для тела. Потому что не все лосьоны мне нравятся, как они лежат на моей коже. Иногда мне даже хочется их смыть. Вот. Но не в этом случае. Он достаточно питательный, увлажняющий. Очень быстро впитывается. Быстро, мгновенно. Мне показалось, что мало того, что изумительный аромат, так еще и хорошо и питает, увлажняет и впитывается замечательно. То есть, у меня к нему просто действительно нет никаких претензий. Я довольна. Мне, если честно, хотелось просто выбросить все свои лосьоны, крема. И оставить только его. Вот это действительно правда. И я, наверное, так и сделаю. Или их выброшу, или их отдам. В общем, хочу на самом деле сесть на такую косметическую диету, так как средств очень много. Хочу какое-то время, ну вот в июле, например, не покупать ни декоративную. Потому что много, надо всем попользоваться, использовать то, что есть. И уход. Мне этого хватит ухода, я думаю, надолго. Единственное, что буду докупать, это то, что я давно хотела. То, что должно вот-вот прийти. Ну, это уже совсем другие средства. Вот, в общем, маской довольна, кремом для тела довольна. Кокос, я знаю, что очень многие любят. Я, конечно, как-то не очень к кокосу. Есть кокосовый запах, это совершенно очень сильный, приторный, навязчивый. Здесь нет. Здесь, да, аромат остается на теле какое-то время. Вот. Вы к нему привыкаете. Вы просто блаженствуете, понимая, что этот запах исходит от вас. Поэтому, я думаю, вы тоже не разочаруетесь. Как не разочаровалась и я. Так, следующий продукт это тоник. Решила попробовать, так как все тоники у меня закончились. Осталась только мицеллярная водичка. Вот. Но тоник кокосовый. И также с гамобелисом. Мне было интересно, потому что у меня есть вот такой вот тоник от марки Gigi. Это Израиль. Решила сравнить элементарно состав, объем и целом. Конечно, выигрывает данный продукт, потому что хоть здесь объемы 200, здесь 250. Этот стоит почти 1000. Разница в цене, в принципе, небольшая, но она есть. Вот. Также здесь состав более натуральный. Состав. Я специально не стала выбрасывать коробочку. Состав указан здесь. Здесь на первом месте вода и гамобелис. В этом же тонике очень присутствует активно спирт. И он явно выражен. Он, конечно, хорошо работает. Но там очень много всего лишнего. И, главное, алкоголь стоит на третьем или четвертом месте. Поэтому я, конечно, его осталось совсем немножко. Покупать больше не буду. В общем, мне даже было интересно. Расход минимальный. Такой ненавязчивый аромат. Абсолютно нет такого запаха кокоса. Вот. Была соответствующая защита. Коробочка. Вот. Пользуюсь утром. Применяю утром. После того, как умылась. На ватный диск. И протираю лицо. Понравился. Думаю, хватит надолго. И последние два средства. Это шампунь и кондиционер. Шампунь, как вы видите, он прозрачный. С дозатором, что немаловажно. И очень... Я знаю, что многие это оценят. Вот я использовала, наверное, раза четыре уже. То есть он достаточно экономичный. Достаточно одного нажатия на помпу. И вам хватит вполне на среднюю длину волос. Если кому-то большие, длинные волосы, густые, конечно, может быть, нужно чуть-чуть побольше средства. Значит, 250-250 миллилитров. Кстати, кондиционер очень похож на маску. Похож тем, что такой же эффект от него. Поэтому иногда я после шампуня использую маску кокосовую для волос. Вот эту. Или использую кондиционер. То есть или-или. Эффект очень хороший. Также достаточно одного нажатия на помпу. Также вот использовала его четыре раза. И я думаю, он очень экономичный. Хватит мне его ой-ой-ой, как надолго. Все шампуни, которые я там использовала, я вам покажу в следующем видео. В пустых баночках полностью меня разочаровали. И как бы не хотелось подсесть мне на вот эти шампуни. Они хорошие, конечно. Все вот средства для волос, кокосовые, меня очень-очень. Там, кстати, есть в группе масло. Но так как масло у меня еще пока есть, которое я заказывала с американского сайта iHerb.com. Вот, поэтому пока с покупкой по временю. В общем-то... А, и несколько слов скажу о масках. Значит, брала вот такие маски. Эту синенькую, которую я уже попробовала. И покажу ее в пустых баночках. Я уже попробовала. Мне ее дали, грубо говоря, в подарок попробовать. Я попробовала, мне понравилось. И в следующий раз я уже заказала целый пакетик. Значит, здесь на 2-3 применения хватит. Это уже готовая маска. Здесь у нас сколько, по-моему, 10 грамм специально для проблемной кожи. Вот там вы можете почитать. Можете выбрать любую. Очень хорошо даже попробовать, прежде чем, допустим, брать там несколько штук. Достаточно взять одну. Стоит она, по-моему, за рублей 100. Хватит, опять же говорю, на 2-3 раза. Вот. Я попробовала, мне понравилось. И вот решила заказать еще. Я открывала даже. И взяла маску. Но это сухая. Ее нужно разводить водичкой. Такая маска-скрабик даже. Вот тоже для проблемной кожи. Но скрабик такой действительно абсолютно не ощущается. Вот. Уже использовала один раз. Ну, здесь, наверное, еще на 2 раза точно хватит. Эта маска, по-моему, стоит уже 120 рублей. Зеленого такого цвета. Можно посмотреть, как ее применять. Также почитать отзывы. В общем, мне понравилось. И коллагеновые масочки. Вот. Такие вот для губ очень интересные. Сразу скажу, что я еще не пользовалась. Обязательно попользуюсь. Ну, я брала их на какие-то экстренные случаи. Какие-то выходы. Какие-то вот нужно, если хорошо выглядеть. Раз в неделю можно сделать вот такую вот масочку. И маска для такие дольки. Я уже пробовала подобный продукт. Тоже. Но это уже корейская марка. Я уже пробовала подобные. Мне понравились. И я уже знаю, какой эффект у них. Так же можно сделать один раз в неделю. Или, например, если у вас какое-то торжественное событие. Нужно выглядеть через час. Обшибательно. Замечательно. В общем, великолепно. Вам это просто поможет. И выручит вас в самый нужный момент. Также хочу. Уже заказала. Жду золотые маски. Также коллагеновые. Оно уже полностью налицо. Там идут две штучки в комплекте. Дольки продаются по 5 и по 10 штук в упаковке. А для губ тоже, по-моему, только по 5 в упаковке. Цены очень хорошие, демократичные. Для особых случаев. Или кто уже знает и знаком с коллагеном. Знает его свойства. И уже попробовал что-то подобное. То, думаю, не разочаруется. В группе, которую я заказываю, конечно, не только тайские продукты. Есть и китайские. И даже будут японские. Кстати, в следующем видео я хочу сравнить вот такую вот губку. Она сейчас твердая, высохла. Данный продукт я покупала в аптеке у нас в Москве. Случайно увидела. И купила еще черный. Он сейчас уже мягкий в упаковке. Это корейская продукция. Я заказала японской. В данной группе есть такие губки. Именно японские. Мне очень, кстати, хочется просто сделать какой-то сравнительный анализ данных губок. Как они отличаются. И чем визуально они похожи. Очень похожи. У них есть такая же веревочка, чтобы просушивать. Только там он называется коньяку. Губка. Здесь он называется коньяковый спонж. Вот. Но, в общем, все попробую. Все сравню. И сделаю отдельное видео. Это с зеленым чаем. То, что показала в пакетике, запечатано это с углем. Вот. И, в общем, заказала японский. Попробую, сравню. Пока мне все нравится. Губки использую как скраб. Ну, не так часто, но использую. На уже очищенную кожу. Просто намачиваю, она становится мягенькая. И делаю массажными движениями. Вожу по лицу. В общем, это все в будущем. Обязательно все сравню. И сниму отдельное видео. Также будет скоро видео о покупках июня. И сразу скажу, что в июле я постараюсь все-таки не делать никаких больших покупок. Буду доиспользовать все, что есть в наличии, пользоваться этим и получать удовольствие. Жду по ссылочку еще одну сайтахер.com, но я думаю, что она будет только в июле, не раньше. Вот. В общем, ссылки на группу обязательно оставлю. Почитайте, заходите. Консультируйтесь. По Москве осуществляется, по-моему, даже доставка. В общем, можно каждому, грубо говоря, клиенту индивидуальный подход. Можно посмотреть возможные варианты. Место встречи организуется, где можно забрать свои заказики. Оплата только при получении. Так что Москва, Московская область, добро пожаловать в группу. Я думаю, вы будете довольны. Те, кто знаком с продукцией Таиланда, и кто уже знает и хочет приобретать, тоже, мне кажется, неплохая находка данной группы. В общем, я буду, там ассортимент будет пополняться все больше и больше. Так что всем рекомендую. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.